ну что друзья, решил съездить на море, к поездке готов! Ну вот, находимся в Стрелковом. Вчера приехали, был дождь, холодно, ветер, не очень хорошо. Ну, сейчас, сами видите, погода отличная, идем на море. Все старенькое, грязненькое, люди у нас очень культурные, все кидают на обочину. Так же и на море везде, весь пляж в бычках, окурках, всяких тряпках, пакетах, прокладках, извиняюсь. Зато, зато природа здесь замечательная, ежевика просто. Я такое еще не видел, прямо гроздьями, мощная. Ну и тут же с рядом бутылочки у нас. Все загажено, вот, идеально олицетворяет, засохший старый чертополох и вокруг все в пакетах и в мусоре. Ну, вот такое вот Стрелковое. О, так здесь еще и телефоны, автоматы. Местная котейка играется с местным мусором. Баночка из-под гаража. Ты кто? Мальчик. Как раз и глазки такие. Ты красивый выросли. Песчаный кот. Это, кстати, еще, по-моему, в советских район какая-то база отдыха осталась. Даже не ремонтировано ничего. Все в том же состоянии. И окна деревянные, старые. А, ну точно, база отдыха здоровья. Ну да, какая база отдыха такое здоровье. Такой, больше концлагерь напоминает. Ну и, конечно, все в мусоре. Куда же без мусора. Надо говорить не солнце, море, пляж. А солнце, мусор, пляж, вода. То есть мусор это неотъемлемая часть этого колорита. Есть изменения. Кое-что строится. Вон, база какая-то. Есть немножко, конечно, улучшения. Складывают деньги. Люди тут зарабатывают, конечно. Большую часть года тут нет ни работы, ничего. Поэтому стараются заработать максимально за три летних месяца. Ну, там еще, может, осенний какой-то месяц. Там три-четыре месяца. Поэтому рвут цены. Цены неадекватные услугам. Вы все живете в мире грез. Вообще. То есть, насколько убогая тут инфраструктура. Настолько непропорционально высокие цены. Поэтому такой диссонанс возникает не очень хороший. Бюджетный, очень-очень бюджетный отдых. Но за немножко добавку можно отдохнуть намного круче в той же Турции, например. Грязь везде. Мусор. Везде, везде. Мусор, 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 мусор. Мусор, мусор. Просто уже зашкаливает от этого мусора везде. Вот тут. А таков мир настоящий сейчас. Сейчас еще пляж покажем. О, мордовник. Очень красивый медонос. Очень хороший медонос. Пчелки с него собирают. Отличный мед. Пахнет. Пахнет хорошо. И вид у него такой звезда. Пляж абсолютно дикий. Все прутся на машинах. Многие ставят просто тупо палатки на берегу и живут там. Естественно, многие в туалет ходят здесь и кидают мусор здесь. Поэтому многие, конечно, убирают. Есть много чистоплотных людей. В основном, конечно, грязь в бутылке. Ну, опять грязь. Куда же без нее. Старый какой-то пансионат или база отдыха. Тоже все древнее, разрушающееся. Такое неремонтированное. Мусор, мусор, мусор. А там вон видно, что вся жилая береговая линия. Люди живут здесь месяцами. В палатках. А вон и море появляется. Правда, все заставлено. Вид не очень. Но все равно красиво. К морю вопросов нету. Все отлично. Простыл немножко. Сопельки. С медузами, конечно, баловство-баловство. Но жгут. Вот что получается. Видно краска. Жгется хорошо. Какая аллергическая реакция пошла. Ну что, будем лечиться. Перурально. Едем на термальные источники. Дорога почему-то вся как стиральная доска. По такими мелкими волнами. Машина убивается на раз. Вот так вот здесь эту гребенку ровняют периодически. Разравнивают. Потому что ездить вообще невозможно. Ведерки с лечебной грязью. А что разная грязь. Серая, черная. Ух ты, розовая соль. Очень красивая. А розовая соль съедобная? Ещё можно добавлять. Можно? Да. Да. А ее продают. Да. Подают. Да. Вход бесплатный на эти озёра лечебные. Ну, есть пожертвования всякие. Видите, они с мелочками. Какие озёра здесь. Солёные. Термальные. Я так понял. Да. Всё круглый год. Здесь тепло. Прикольно. Водяной массаж. А дальше уже вон. Сиваж. Ну что Эй. Как теплая вода? Очень теплая. Очень теплая. У нас прямо горячая вода. Не просто теплая, она горячая. Реально. Горячо. Прямо горячо. Как в этом в Японии на Хоккайдо обезьяны сидят в горячих источниках, так и здесь тоже. Вот такой каскадный душ. Здесь 30 гривен 5 минут. Отличный массаж. Класс. Водичка. Тёплая, солёная. Такая. С сероводородом. Целебная. Капец. Тот парень рассказал, не хочет мне интервью давать, нехороший человек. Придётся самому рассказывать. Короче, добывается со скважиной 1700 метров. В советское время искали газ, нашли горячую воду термальную, минеральную. Вот сделали вот такую вот интересную байду. Из канализационных труб такая хачалка, и по ней идёт вода, насосом нагоняется. Ну, ощущения просто. Массаж, тепло, оздоровление такое идёт. Просто супер. Так что сейчас ещё пойдём посмотрим лечебную грязь. Сивашские грязевые ванны. Люди прям лежат в грязи. Довольно хрюкают. А это другая сторона Арабатской стрелки. Сиваш. Так называемое гнилое море. Вот это вот всё до горизонта. По пояс, может по грудь. Воды. Просто огромная-огромная лужа. Вон можно уйти и не утонуть. Известие в мусоре. Ну, как так вот. Люди, ну не засирайте природу, пожалуйста. Возьми. Пока. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok